Что такое божественная энергия? Могу рассказать вам еще раз. Однажды, когда-то очень давно, занимаясь длительным периодом эзотерическими практиками, я вошел в состояние, это было состояние, которое выглядело так, в какой-то момент почувствовалось и увиделось прямо с закрытыми глазами, отсеклось восприятие себя, где я нахожусь, что я думаю, о чем я думаю, кто я, все это исчезло в какой-то момент. И произошло ощущение, как будто бесконечные, бесконечные золотые волны. Я золотые волны бесконечные, вокруг огромное количество вот этих золотых волн. И в сознании, и в чувствах было такое ощущение, как будто это бесконечная защищенность, бесконечная вечная, бесконечная неторопливая, бесконечная радостная, бесконечная чувственная, бесконечная любвеобильная, бесконечная защищенная и бесконечная бесконечная. Вот такое состояние было. Потом, когда я пришел в нормальное состояние, то я понял, что наше сознание, наша душа, она связана именно с вот этим веществом. Вот этим веществом бесконечного, радостного, бесконечного, любящего, бесконечного, защищенного, ни о чем не думающего вещества. Когда я пришел в себя, то у меня со временем сформировался стресс. Почему? Потому что начали появляться мысли, что мир, в котором мы проживаем, и с его перерождением и всем остальным, это бесконечные элементы перерождения и страдания. И фактически похоже на бесконечное барахтание человека с его проблемами, заболеваниями и так далее. Очень похоже на бесконечные вот такие бессмысленные барахтания, потому что рано или поздно человек все равно умирает, объединяется с этим бесконечно своей основой. Я могу сказать вам, что то состояние, в которое мы попадаем после нашей смерти, и то состояние, в которое мы приходим после смерти, это состояние даже на одну секунду, это состояние более настоящее, чем то состояние, в котором мы сейчас находимся. Почему человеку не дают возможности общаться с этими состояниями? Если бы люди хотели общаться и могли бы общаться, то они бы не хотели рождаться, потому что появлялось бы ощущение бессмысленности. Именно поэтому человеку не дают возможности прикасаться к божественному. Но, в общем-то, теперь мы понимаем, поэтому я все время говорю, да не нужно относиться так серьезно к своей жизни. В жизни важны чувства, об этом я тоже говорю, потому что чувства связаны с душой, это то, что контачит. С нами происходит не то, что мы думаем и хотим, с нами происходит то, что мы чувствуем. Чувствуем страдания, получаем страдания, чувствуем радость, радость привлекаем. Так мир устроен.